итак друзья вас рад приветствовать на канале веселый инженер меня зовут андрей и сегодня такое видео как отдельная консультация на один мой студент обратился ко мне со консультацией и я решил провести ее так сказать именно для него но и поделиться конечно этой консультации с моими дорогими подписчиками такую же консультацию ты можешь заказать меня в любое время то есть обратившись в любую социальных сетей или написав мне на почту и так давайте посмотрим сегодня цанга интересно да и кстати пишут иногда с такими вопросами как эти цанги изготавливают и вообще какой принцип их работы давайте сначала обсудим вообще для чего используется цанга в основном цанги используют да не в основном она на постоянной основе для крепления либо детали обрабатываем либо режущего инструмента той зависимости от функционала данная цанга предназначена скорее всего для крепления какой-то детали смотрите принцип цанги достаточно просто идет в данном случае вот видите здесь есть такой уклона пусть и вот здесь имеется резьба 85 это говорит о том давайте возьмем что здесь есть корпус вот такой вот корпус самого станка корпус это самого оправка так будет выглядеть да и здесь так и здесь существует резьба не еще дополнительно накручивается такой вот штрейвер он может выглядеть абсолютно по-разному главный смысл чтобы он навернулся то есть его накрутили а дальше здесь идет тяга так называемая которая в этом направлении всю вашу цангу тянет сюда в сторону что же происходит давайте каким цветом давайте желтым обозначим вашу деталь вот здесь находится внутри ваша деталь вот она гладкая деталь к тут дальше может быть все что угодно может быть допустим какой-то зубчатый венец или что-то то есть какая-то обработка это уже не принципиально смысл в чем когда цанга тянется в этом направлении гидравликой в основном это делать гидравлика вот эти поверхности видите они начинаются прикасаться здесь под конус и соответственно когда диск у нас бы так длинней когда происходит вот это вот давление со стороны корпуса на цангу быть красным давление происходит до или как не давление а цанга упирается в сам корпус она сдавливается и соответственно фиксирует вашу деталь в вашем приспособлении достаточно надежно далее вы в обратном направлении отжимаете вашу цангу ваша деталь спокойно извлекается из данного приспособления за счет чего происходит зажим за счет того что вы видите здесь есть вот такие вот разрезы до оценки я вот разрезы за счет этих разрезов она не как цельный цилиндр а как набор лепестков вот видите вот такие вот лепестки соответственно они так как они изготавливаются из стали 65 г либо это как это другая такая же сталь аналогичная по своим физико техническим свойствам да то есть она такого плана как пружинная сталь и соответственно лепестки эти при давлении со стороны корпуса на них они сжимаются и равномерно охватывают вашу деталь то есть со всех сторон в данном случае мы видим что у нас имеется шесть лепестков их может быть различное количество но в основном конечно это это четное всегда количество либо если маленький диаметр может быть и нечетно вот такой функционал цанки а теперь давайте обсудим как ее изготавливать и какие тонкости изготовления могут возникнуть заготовка любая цвета какой-то допустим серийное производство это может быть какая-то штамповая до заготовочка что-то приближенная до форме даже с каким-то отверстием либо это какой-то просто кусок материала до 65 г с которого происходит уже вытачивание изначально токарная операция вот пример у вас давайте вот такую обозначим вот такая у нас заготовка до основ такие детали делаются не массово поэтому вряд ли там будут какие-то супер большие партии смотрите берем зажимаем да то есть все предельно просто да то есть токарный станочек зажали с упором в торец и производите протачивание то есть протачиваете контур выходите даже сюда вот можете на конус выйти да и предварительно протачивать внутренний диаметр контур внутренний диаметр предварительно далее деталь переворачивается зажимаете уже за проточены с упором это же в торец так и протачивается уже с этой стороны с этой стороны делаете вот эти все вытачки здесь уже делается так называемая чистовая обработка вашей танки когда получилось все сделать по токарной обработки делаете сверлить все вот эти вот отверстия эти отверстия сверлится достаточно просто либо это несколько несколько давайте вариантов рассмотрим чтобы было более так для маневров да то есть вы можете либо зажать на каком-нибудь сверлиль нам станке да . это какое-то приспособление к примеру зажим какой типа трехкулачкового патрона до с упором в торец зажать и будет иметься определенный поворот то есть вы будете просверлили отверстие повернули на определенный градус посверлили второе отверстие повернули посверли треть эту сверло постоянно остается в одном положении вы вращается заготовку либо это делается уже если у вас как мы обсуждали токарный станок уже современное оборудование да может быть приводная приводная револьверная головка и там уже можно установить примеру сверло и в принципе это сделать в патроне то есть когда вы будете точить второй операции с упором в торец вы все здесь внутрянку все протощите и потом сразу подойдете просверлить и отверстие если у вас как бы технологический процесс был через сверление вы можете все загнать на токарный станок за счет этого можно оптимизировать технологический процесс и тем самым получить определенную экономию что немаловажно современном производстве так сделали просверлили все сделали тут сделали так вытачки есть это есть так все хорошо смотрите какой есть основной нюанс вообще в производстве танк вы спросите вот эти вот пазы да когда их нужно прорезать а прорезаются эти пазы в самый последний момент то есть вы сначала отдаете на термообработку происходит у вас закалка да то есть вот видите у нас твердость 42 48 hrc да то есть происходит закалка вашей цанге и вы ее забирая уже после термообработки продолжаете обрабатывать что необходимо обработать давайте возьмем что у нас здесь есть вот допуске формы до расположение то есть биение радиальное так есть объеме есть симметричность так 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 что еще у нас тут есть ну наверное наверное все чтобы вот эти все параметры соблюсти до делается шлифование смотрите чтобы прошлифовать а да не забываем что у нас еще резьба она тоже шлифуется но для начала вам необходимо конечно прошлифовать вот эти все поверхности есть классические варианты да то есть есть классика то есть вы можете примеру зажать деталь куда взять за любой примеру диаметр и шлифануть допустим конусную поверхность но лучше лучше зажать за наружный диаметр за этот диаметр упором в торец прошлифовать внутреннюю поверхность с таким цветом внутреннюю поверхность так прошлифовали и потом от внутренней поверхности на втором переходе второй переход зажимаем на разжим от внутренней поверхности с упором в stories обязательно подправляете когда шлифуете внутренний диаметр вы уже шлифуете шлифуете таким цветом шлифуете наружную конусную поверхность и вот эту вот поверхность потому что на у вас тоже указано 16 шероховатость биение и так далее за одну установку соответственно у вас биение вот это вот относительно базы b будет выдержанной вообще вот эти базы обозначать необходимо от поверхности какой-то то есть от любой из поверхностей надо указывать они от оси ну что ось это такая воздушная тема которая ее никак нельзя нащупать это просто центр так прошлифовали и не забываем про шлифовать потом это уже придется на 1 скорее всего переустановить на другой резьба шлифовальный станочек про шлифовать на вашу резьбу можно многие говорят а почему мы резьбу именно шлифуем да почему мы резьбу не режем сразу до термообработки потому что очень тонкие витки да то есть очень тонкие витки и в термичке они просто прокаливаются насквозь и начинают скалываться но можно конечно как вариант при точении наружной поверхности нарезать резьбу сразу резцом да и потом ее просто предохранить но тогда в технических условиях здесь вот надо написать что резьбу там 85 какую-то ли поверхность такой-то предохранить от термообработки можно и такой вариант вполне вполне себе рабочие также можно смотрите есть еще хороший вариант как делают на современных сейчас предприятиях из как я вам сказал зажимаете здесь до шлифуется внутренняя поверхность и торис под подравниваете немножко подравняли и потом и потом есть такое оборудование которое работает от магнитного патрона то есть вы на плоскость примагничивается вашу детальку и уже прошлифовываете все какие хотите поверхности да и может быть не резьбу вы там не прошлифуете хотя может быть сейчас уже есть более современное оборудование которое позволяет сделать и это вот такой вот для манёров когда вы все сделали когда вы прошлифовали у вас деталь уже полностью готова ваша цанга она в полностью уже готова и вот только тогда происходит разрезание вашей цанги учтите что если вы что-то не сделали что-то не прошлифовали что-то забыли сделать и разрезали вашу цангу то уже исправить не получится потому что все размеры должны быть выполнены до ее разреза когда цанга разрезается сейчас вообще и всегда наверно было вот эти вот разрезы которые происходят да ну режут разными то есть кто-то электроразионным способом разрезает кто-то режет там различными режущими инструментами твердосплавными то есть это уже на откуп вам но вот эту часть обычно ее заделывают таким материалом я не помню как он называется но такой типа как под резину до заливают вот эти вот пазики то есть чтобы имелось возможность деформации и опять же на поверхности не попадала вот сюда внутрь под цангу различные мелкая дисперсные частицы да там такие всякие там типа стружки там пыли какой-то может быть абразивные даже ну и в обычной обычной как бы даже банальной грязи потому что если начнет сюда попадать начнет попадать сюда вот на базовой поверхности здесь очень плотный контакт сильное давление за счет того что происходит сюда втягивание этой цанги и в принципе уже она бы очень быстро будет выходить из строя что самое главное самый главный секрет это конечно правильная термообработка правильный материал разрезать сангу только после полного изготовления также необходимо необходимо вам обязательно смотреть чтобы цанга не эксплуатировалась без зажимаемой детали то есть можно к примеру взять сангу поставить ее нажать зажим здесь детали нету и обычно цангу жмет до детали то есть затянула деталь обжала ровненько до внутри и все у вас получилось потом отжали все если детальки нету то вы тянете и ее может просто как бы она может зажаться слишком далеко сжаться и может лопнуть или деформироваться то есть уже в обратное положение ваша цанга не вернулась что очень важно при базировании цанге на станке биение вот этой вот поверхности которые в которую цанга совершает касание и происходит зажим также эта поверхность может быть слегка смазана каким-то допустим таким смазочным материалом специальным вычищены не должно быть никаких элементов таких всяких мелких я мужик про это в принципе говорил ну и тогда если вы сделали все правильно разрезали очень важно здесь также термообработка структура металла которая получается после термообработки соблюдение всех требований по твердости если вы соблюдение всего этого у вас есть то конечно ваша цанга будет работать долго и в принципе радовать вас хорошим качеством не забывайте что с такие элементы которые изготавливаются очень очень точные должны проходить обязательную процедуру старения металла то есть это искусственное старение которое должно быть обязательно для чего это делается чтобы снять все напряжения которые образуются а так как эта деталь она постоянно работает в напряжении да то есть постоянно есть отжим-разжим здесь очень важно много вариантов когда забывали делать старение а еще и термообработка подкачивала и вот эти цанги просто лопались да то есть они трескаются либо уже в процессе работы какой-то из один из лепестков начинает плохо выполнять свою функцию либо он сильно деформируется либо что-то происходит в общем технология изготовления достаточно простой мы сейчас ее проговорим еще раз то есть это механическая обработка это правильный выбор материала это термообработка это старение это финишные операции без всяких сильных деформаций и плюс разрезка самой цанги уже на финальном этапе плюс заливка вот этих вот пазов специальным пластичным материалом для недопускания попадания различных частиц на базовая поверхность на этом все друзья если было интересно делитесь видео с друзьями ставьте лайк пишите комментарии всем добра пока пока